Здравствуйте, уважаемые посетители нашего биологического музея, мы вас приветствуем в нашей традиционной рубрике «Спроси биолога, поговори с биологом». И мы сегодня говорим с Дмитрием Владимировичем Гринченко, научным сотрудником научно-экспозиционного отдела, и тем у нас сегодня земноводный, поскольку Дмитрий Владимирович специалист по земноводам. Группа земноводной или амфибии, лягушки, жабы, тритоны и все прочее. У меня уже заготовлены вопросы, но еще мы с большим удовольствием ждем ваши вопросы и надеемся на них, что вы тоже будете присоединиться к нашему эфиру. И первый вопрос от меня. Правда ли, что земноводные – это вымирающая группа? Да, во-первых, здравствуйте, зрители. И я думаю, перед тем, как мы к этому вопросу приступим, почему они вымирающие, и вымирающие ли они, нужно разобраться, кто вообще они такие, наверное. Ну, кто-то вдруг, если не знает. И мы из этого перейдем как раз к этому вопросу. Хорошо. Дело в том, что земноводные – это типично сухопутные животные, но у них есть некоторые особенности. Это неразрывная связь с водой. То есть для того, чтобы им нормально жить, размножаться, им нужна чистая вода. И как раз мы возвращаемся к нашему вопросу про, насколько они вымирающие. И мы вспомним, что водоемы и природные у нас сокращаются. У нас все больше и больше застройка происходит. Сельское хозяйство еще с давних-давних пор у нас развивается хорошо. И все природные территории, где могли жить земноводные, они сокращаются потихонечку. Вот. И земноводные очень требовательны к чистой воде как раз. Вот. И если в воду попадают какие-то вещества, загрязняющие, либо пестициды попадают, то те же самые утобрения. И из-за этого они не могут нормально жить. Потому что земноводные, как мы знаем, они у нас размножаются в воде. Потому что у них первая часть их жизни происходит в воде. То есть они откладывают икру. Практически как рыба. Вот. И икра у них вся, как бы, личинки появляются из икры в воде. И личинки тоже водные животные. Вот. Поэтому, да, эти животные довольно уязвимые. На них очень неблагоприятно действует вся наше антропогенное действие на них. Антропогенное, значит, человеческая нагрузка. Да. То есть строительство, отдых, как ни странно, наверное, да, такой туризм. Ну, если очень сильно активный, да, то есть вот, допустим, парки для рекреационных целей, созданные, в принципе, в многих городах эти парки являются, наверное, скоплением этих животных, да. То есть это места, где животные в городах ещё остались. Потому что эти природные территории, ну, они ещё как-то сохраняются. Вот. Дело больше. Проблема стоит в том, что места раньше, где я не жил, например, какие-то вот водоёмы в парках, да, то есть они могут пересыхать. Могут, например, загрязняться. Ну, в случае пересыхания для земноводных это не страшно. Не страшно, да? То есть для них это не проблема? Это даже им, ну, как бы в плюс будет. Потому что есть животные, которые заселяются в эти водоёмы. Вот, например, из таких животных это рыба-ротан. Ну, многие, наверное, слышали про него. Страшный такой. И как раз если водоём не пересыхающий, и туда, например, попадает эта рыба, ну, вдруг её там запустили случайно, как-то специально, там для рыбалки, может быть, кто-то решил запустить, то ротан спокойно съедает большинство личинок и яиц этих земноводных. И, в принципе, в этом водоёме практически никого не останется. То есть она всё выедает подчастую? Да, есть земноводные, вот она, вот в Россилос, которые, в принципе, могут жить с ним в одном водоёме. Это серая жаба. Ротан её не ест. Да, головастики этого земноводного довольно невкусные, горькие. Сам я их не пробовал, конечно, вот. Ну, скорее всего, предполагаю. Поэтому он просто их не ест. Мы будем верить ротанам. Вот. Ну, собственно, как-то очень коротко, да, вот так. То есть на сегодняшний день, что да, из-за того, что и причина такого вот сокращения численности, это прежде всего антропогенное влияние, то есть влияние человека. Да, в большей степени да. Даже глобальное, как говорят, изменение климата, там, например, малоснежные зимы, мало такие дождливые зимы, они не оказывают такого вот влияния. Да, основные прям можно так вот нарушение их места размножения, то есть водоёмы. И второе, это вот вселение каких-то инвазивных видов. Инвазивные, это значит пришельцы, то есть чужеродные виды, которые не должны жить, но они каким-то причинам появились. Либо специально их стали выращивать, либо там ненарочно занесли и оказывают так давление. Так, а в морской воде встречаются? Дело в том, что в морской воде, как вот именно в море, да, они не живут, ни в океане не живёт. Но есть земноводные, которые вполне благоприятно, ну, может размножаться в солёной воде. Вот, например, в лиманах, то есть такие околоводные территории, затопляемые, да, частью, вот там, морем. И оно имеет определённую солёность, причём, ну, она бывает разная. И одно из таких животных, кто может там жить, это жаба-ага, вот если по-русски так говорить. Вот. Она способна выдерживать до 27% солёности воды. Вот. Причём, ну, головастики развиваются, выходят маленькие жабята, и всё у них прекрасно. Вот. Это та самая жаба-ага, про которую пишут в кроссвордах, что она самая ядовитая. Пишут чаще всего. Ну, тут, по-русски, с такой стороны подходить к этому. Если мы собираемся просто её взять и съесть, скорее всего, нам будет не очень хорошо. То есть умереть не умрём? Ну, сейчас я расскажу. Дело в том, что у жаб, у них ядовитая часть тела, это вот часть спины, где кожа у них, и у них есть ядовитые железы, паротиды называются. В них, кстати, есть такое вещество, ядовитое, и это, кстати, у многих жаб. То есть не только, например, у жаба-аги, у серы тоже есть. То есть просто у жаба-аги довольно большие эти железы, и поэтому по сравнению с размером тела и соотношением вот этих вот желёз, то она довольно ядовитая. Поэтому многие животные, которые её могут съесть, они, собственно говоря, погибают. Ну, потому что они довольно маленькие по размеру. Ну, и люди, в принципе, понимают, что их есть нельзя, поэтому их не едят. Ну, вообще, мало желающих поесть лягуш. А как же французы? Они жаб не едят. Жаб, да, жаб они не едят, французы едят, и не только французы, они едят других представителей земноводных, это лягушки. Это немножко другие животные, они отличаются от жаб. Так, ну давайте мы познакомим вас с жаба-аги. Сначала мы попросим у нашего замечательного оператора Марину на жабу-агу показать. Вот здесь в экспозиции у нас есть такой жабёночек, такой малыш. Вот он, вот она жаба-ага. То у нас теперь в экспозиции, в живом уголке нашего отдела, к тараканам и палочникам присоединились тоже земноводные. Спасибо Дмитрию Владимировичу. И у нас есть жаба-ага с собой, правильно? Дмитрий Владимирович её принёс. И мы сейчас тоже Марину попросим вас, если в витрине такой малыш, жабёнок, то мы сейчас покажем вам... На ручки возьмите. Да, на ручки, все хотят. Наверное, все сейчас смотрят и думают, ну почему же я сказал, что это из-за того, земноводные не ядовит, а сам одевая перчатки. На самом деле, я беспокоюсь больше за жабу. А, потому что у них кожа достаточно может быть чувствительной, да? Дело в том, да, что... ...нашим бактериям? Они очень чувствительны к каким-то изменениям среды, да, к каким-то веществам. Например, наше мыло для рук, какой-то определённый, да, там, крем для рук. Для них это может очень негативно сказаться. Ну, не зря же запретили, например, да, пользоваться... ...ми кремами, да, который убивает коралловые рифы. Ну, это всё, да, всё история о том же. Вот, поэтому мы, чтобы нашу жабуагу не тревожить и ей ничего не сделать плохого, мы берём её в перчатках. Она у нас ещё... Молода. Молода, она ещё не самая большая, она вырасти должна, вот такая, где ладошки. Пока ещё подросток. И мы даже не знаем, какой пол. Да, не знаем. И вот как раз, если видно, вот здесь вот дело... Опа! Не надо, пожалуйста. Дело в том, что... Ну ладно, решил вернуть в камеру. Сейчас мы попросим, что можно подойти, подойти. В этих местах здесь находятся ядовитые железы, паротины как раз. Не есть и жабы. Вот, да. Их мало осталось. Такая жаба, если она вдруг вот так будет перевернётся, её хищник перевернёт, она довольно безобидна. И у неё, видите, мягкая кожа довольно. И она уже лёгкой добычей. Так что вот. У нас даже есть посетители. Подходи поближе. У тебя будет сегодня шанс посмотреть на живую жабуагу. Трогать давай мы не будем, видишь, поскольку у нас специалист, даже специалист, жалея жаб, надевает перчатки. Поэтому целовать жабу мы пока не будем. Во избежание недуромизумений. А потому что мы не знакомы пола. Конечно. Ну, по-моему, она прекрасна. Великолепная жаба. Ну, про них чуть позже. Но мне кажется, замечательно, что она прыгнула на стекло, и мы увидели одно из замечательных свойств этой амфибии. Так, если мы говорим, вот мы немножко заговорили, что оказывается, есть вот эта вот жабаага, которая даже предпочитает солёные водоёмы, как раз мы поговорим про экстремальных земноводных, кто живёт в самых экстремальных условиях, самые северные, самые пустынные, даже не южные, а именно пустынные. То есть первая ага, которая предпочитает солёные места в лиманах. Ну, дело в том, что она не предпочитает их, конечно, просто... Так случилось жилось исторически. Да, это... немножко расскажу вам про это. Про жабаага вообще. Они же все родом из Америки у нас получаются, те жабы. Но они последние десятилетия, можно так сказать, они расселились по многим континентам. Не только по какой-то территории, а по континентам. Дело в том, что... Простите, а это они сами или люди их завезли случайно? А вот я сейчас расскажу про это. Дело в том, что вредители сельского хозяйства. Очень такая тема, острая, да? То, что вот вредители, как с ними бороться, пестициды и всякие отреляющие вещества использовать не хочется. И вот решили использовать живых, таких вот животных, которые истребляют этих насекомых, вредителей. И решили, что жабаага довольно хорошо размножается. Она очень хорошо кушает. И давайте-ка мы её заселим в другие места, чтобы она поедала вредителей. И в какой-то момент все обрадовались это с работы. То есть их взяли, заселили. Вручную так перевезли, допустим, в Австралию. И вроде бы всё было хорошо, но им там понравилось. И они начали разнаживаться. Они начали разнаживаться очень быстро, активно. И они забыли про всех этих вредителей сельского хозяйства. Начали есть всё, что им попадается на пути. И полезная фауна, животные, то есть все, кто там живут. И всё-всё прочее. Но это была ещё не самая большая проблема. Дело в том, что там, где они жили изначально, многие хищники понимали, что жабу-агу есть нельзя. Это смертельно опасно. Ну, так и выработалось эволюционно уже. И тут мы представляем себе Австралию. Хищники видят эту жабу в первую жизнь. Думают, классный обед. Но в итоге они её съедают. И что происходит с ними? Они умирают. Ну, в худшем случае или сильнейшее отравление. Чаще всего они умирают, потому что буфотоксин, который содержится в этих железах, он очень сильно действует на сердечную систему и, в общем, разные у него побочные действия. Ну, надо сказать, что буфотоксин буфа, потому что латинское название жаб, рода, жабр буфо. Всё верно. Многие токсины, которые содержатся в животных, они названы в честь самих животных чаще всего. Вот. Ну, и, в общем, эти жабы до сих пор живут, с ними пытались бороться, и они до сих пор живут, и не могут из них никак избавиться. Вот. Это вот про жабу такая небольшая история. А вопрос был про то, про удивительных животных, которые выдерживают различные факторы среды. Жару, мороз. Вот. Ну, можно сказать про африканских лягушек. Есть такие лягушки африканские, они живут в очень благоприятной среде, и что им делать, допустим, в засуху сильную? Они зарываются в песок, ну, или в такой рыхлый, в общем, субстрат. Перед этим они как бы напитываются водой, они такие как шарики становятся. Кругленькие, да? Да. Они начинают активно выделять слизь. Они такие скользкие, прям сопливые, прям становятся, вот. И постепенно они начинают подсыхать, и вокруг них появляется такая корочка. Ну, то есть, как бы просто подсохшая слизь такая. То есть, у них защитный сылой твёрдый, и внутри они ещё склизкие. Получается, они как в яйце, такая капсула из собственной слизи. Она, конечно, не такая прям очень прочная, но она защищает именно от выхода влаги наружу. И вот они такие, как баночки с водой, лежат по несколько месяцев вот в песке. Ну, там больше не песок, а такой, как бы рыхлый грунт. И так переждает очень неблагоприятные условия. Это самое пустынное. Ну, это вот, да, это многие, кстати, пустынные земноводные жабы, лягушки, они так переживают такие неблагоприятные условия. А размножаются они в сезон дождей. Да. Как только начинается дождь, они, ну, понимают, что пора выходить. Они все-все разом вылетают, откладывают икру в этих временных лужах, водоемах. И там начинается другая история, да, уже. Жизнь, жизнь, жизнь. А потом, да, конечно. По поводу, вот пока они в этом коконе сидят. Да. И кто-то может съесть, выкопать и съесть. Теоретически они же ничего не могут. Ну, да, вообще так может произойти. Учитывая, что те лягушки, о которых мы говорим, они не ядовитые. То есть, они спокойно, их можно взять. И местное население... Этим пользуется. Этим пользуется. Вот. Не знаю, насколько сейчас, но вот раньше их жители в засуху отрывали и пили из них воду. Ну, то есть, ну, вода, у них просто вода, вот. То есть, её можно пить, они это использовали. Конечно, к сожалению, лягушечки эти уже, ну, вода в них кончилась, их вытащили. Вот. Ну, а у них же ещё слизь-то с антисептиком, чтобы грибов не было. Ну... Наверняка. Там же она же ещё не просто вода. Ну, внутри не уверен. Снаружи, да. Вот слизь, как раз у них, она обладает антибактериальным действием, антигрибковым действием. И да. Да. А вот по поводу жидкости внутри, честно, не скажу. Скорее всего, наверное, нет. Нет, да? Да. Вот. Так, самый северный. Самый северный. Здесь, наверное, ещё интереснее, потому что животное, про которое я вам расскажу, оно обитает в нашей стране. Это сибирский углозуб. Это хвостатая земноводная, то есть, у которого есть хвост наподобие тритонов различных, саламандр. Вот. И оно живёт у нас ближе к северу. Прямо на севере, в зоне, где грунт промерзает, то есть, замёрзший, вот, ну, вечная мерзавлота там. И он выдерживает морозы. То есть, если многие земноводные, они взорваются в землю, зимуют по температуре 0, минус 1, плюс 3, вот так где-то, то они выдерживают низкую температуру, очень высокую. Вот, в 72-м, 73-м году, могу ошибаться с датой, нашли такого углозуба, замороженного, ну, то есть, в льдах. Его разморозили, он ожил, и после того, как он уже потом умер, через какое-то там время, мы уже какие-то года прошли, сделали анализ, и оказалось, что он в замороженном состоянии был около 15 лет. Спящая красавица. Получается так, да. И это в них такие, в общем, нормальные, как бы, они могут так делать. Так, а что позволяет им так зимовать? То есть, чтобы не превратиться в ледышку, чтобы не умереть, должен быть какой-то антифриз. Да. Слушайте, а они же хладнокровные, да? Хладнокровные, да. Да. И дело в том, что, да, я точно про это вам не скажу, но, да, у них есть специальные такие вещества, которые воспрепятствуют образованию кристаллов. Вот именно, да, в крови. Ну, это обычно грибкоген и глицин. Да, и получается, что эти кристаллы не образуются, она как бы замораживается снаружи, но внутри жидкость становится как бы жидкостью, вот, и это способствует их выживанию. Да, то есть, клетка не разрывается, потому что жидкость не расширяется, соответственно, разрыв в клетке не происходит. Так, вот мы выяснили, что жаба-ага, она ядовита, а кто самый ядовитый среди, вот кого точно нельзя трогать руками и облизывать? Ну, если это мы берём живот, которые живут в природе у нас, есть такие лягушечки маленькие, называют древолазы. Вот они у нас есть на картинке, да, вот эти красненькие? Это они же. Вон они, вот на самом планшете. Да, вот сверху есть немножко видные. Вот два древолаза, они такие красненькие, с тёмненькими лапками. Это в России? Нет, в России они не водятся уже. Эти лягушечки тропические. Южная Америка, да? Да, они тропические лягушечки, у них не бывает зимы, они, в общем, всё же живут в одних условиях определённых, и они ядовиты. Вот они ядовиты прямо по-настоящему, если так сказать, грубо выразиться, потому что, например, у них, если вот буфотоксин, который уже содержится, он влияет на работу сердечной мышцы в основном, вызывает там головокружение, то яд этих лягушечек, которые они выделяют просто кожей, он нейротоксичный, если не ошибаюсь, и он как бы довольно смертелен. То есть, если, например, идти где-нибудь в таких лесах и потрогать такую лягушечку без перчаток, а потом ещё эти руками потереть что-нибудь, глаза там, не знаю, нос... Можно остаться без глаз. То можно остаться мёртвым, скорее всего, потому что очень сильный токсичный яд. Но единственное, скажу, оговорюсь, что таких лягушечек иногда содержат, и многие говорят про их неядовитость. На самом деле, когда они в природе, они питаются различными сикомами, которые способствуют выделению у них этих токсинов. То есть, они аккумулируют в себе вот эти все токсины. Всё верно. А если этих лягушечек, ну, кто-то там где-то где-то держит их, они их кормят, ну, там... Коми, которые не токсичны совершенно, не имеют никаких веществ, и этих лягушечек, конечно, не стоит руками брать, голыми, да, но, в принципе, можно. То есть, они уже не смертельно опасны. Да, то есть, можно с ним как-то контактировать, вот, но в любом случае нужно с перчатками, потому что им уже будет не очень приятно, этим лягушечкам, вот. Конечно, какой-то горячий человек его подруга. Так, да. Не наверняка знаете сайт Ай-Натуралист. Да. Я как-то искала, там фотографии древолазов, вот этих самых ядовитых, и там очень много фотографий, где люди в природе их находят и берут голыми руками. Как вы считаете, эти люди умерли потом сразу или что? Ну, перед этим они, по крайней мере, успели опубликовать. Нет, на самом деле, просто есть лягушки, древолазы, они разные же бывают. Нет, нет, вот я искала конкретно вот... Самого-самого ядовитого. Вот, ну, хороший вопрос, вот, потому что, в принципе, если вот так вот держать его, и он будет лапками просто на руке, я думаю, ничего не случится. Конечно, это рискованно. Главное не облик. Ну да, чтобы в слизи, что не полно, какие-то царапины опасны. Да, потому что всё-таки у нас на ладошке очень грубая кожа, такая достаточно грубая, и весь токсин, который вырабатывает лягушечка, скорее всего, у неё на спине находится. Ну, я предполагаю, вот. И поэтому, возможно, вот так вот есть шанс, что ничего не произойдёт. Ну, наверное, на животе, да, должно быть меньше. Но руки помыть, я думаю, после этого стоит обязательно, потому что мало ли что. А есть другие древолазы, которые попроще, в плане опасности. Наш второй спрятался, он, видимо, почувствовал, что сейчас его будут показывать. И спрятал, заныкался зверёк, мы можем его достать? Ну, конечно, давайте сейчас я одену свои. А вот он, вот этот вопрос, видите. Ну, пока его наш оператор Марина снимает, Дмитрий Владимирович надевает перчаточки, потому что искусство с чистыми руками. А его название какое? Это австралийская квакша. Ещё и называют литорией. Но литорией, это её видовое название. То есть от латинского, да? Да, но литорией ей уже тоже не называют. Но потому что... Поменялась латинская. Но её до сих пор так называют, потому что уже привязалась. По старинке. У неё разных названий много. Мы не знаем. Мы вам не гарантируем. Вот можно даже, да. Не надо только меня, пожалуйста. То есть это уже не жаба. Это больше лягушка, точнее квакша. У неё более мягкие покровы. У неё нет желёз. И голая, да, кожа? Да, она у неё очень такая склизкая. То есть вот если проводим её, она довольно влажная. Она не ядовитая. Конечно, я тоже боюсь. Это не ядовитая лягушка. То, что мы рассказывали, это уже по-других. Эти ребята довольно безобидные. Обратите внимание на её пальчики. У неё присоски, правильно? Да. Это такое специальное устройство квакш, чтобы цепляться к листьям в природе, конечно, к стволам. Наш дружок совершил побег. Да, такое тоже бывает. То есть если жаба-ага у нас сидит спокойно, это спокойно не сидится. Вот. А что это такое за лягушки или квакши, у которых такие большие-большие перепонки? Вот она. Это яванская летающая лягушка. Вот о ком говорит Марина. Но у нас тоже здесь нарисована эта лягушка. Она действительно Юго-Восточная Азия, которые способны расправлять перепонки. Они летать не умеют, но они вот так могут планировать, получается, с ветки на ветки. Убегает, да, расстояние их прыжка. Да, так. Она греется, да. Дело в том, что многие такие тропические, теплолюбивые земноводные очень любят греться на руках. Если мы возьмём наших, допустим, российских земноводных, которые любят температуру около 17-20 градусов. Мы для них жарковаты. Да, мы их можем обжечь даже. А вот эти лягушечки, они будут греются, пользуются нами, чтобы погреть себя. Давай, спрыгивай. Так, Марина у нас сейчас поснимает как раз нашего деквакшу, который ползёт по стеклу. А вверх ногами может завесить, как геккона? Всё может. Но вот она как-то ползёт, бедный зверёк, плохо цепляется, и как на лыжах катится вниз. А какая самая-самая-самая-самая ядовитая амфибия? Самая-самая ядовитая? Прямо чтобы вообще... Вот только тот древолаз? Я думаю, это как раз вот в природе это ужасный древолаз. Он так называется. Точнее, ужасный лист. Он такого жёлтенького цвета. Он считается один из самых ядовитых. Вот так можно сказать. Но и в природе. Потому что если такого брать где-нибудь в коллекцию у кого-нибудь или где-то ещё, то он, скорее всего, будет не самый ядовитый. Так, а тогда вопрос. Каких амфибий можно легко разводить в домашних условиях? И тогда мы перед этим... Ещё перед этим раз мы говорим о необычной амфибии. У нас есть третья группа в полосатых купальниках. Два малыша, которых мы сейчас попробуем показать и снизу, и сверху. Очень необычные. Потому что это те самые знаменитые пипы. Только не пипа Суринамская, а Карвалья. Правильно я её называю? Да, это пипа Карвалья. То есть, самые знаменитые это Суринамская пипа, а это пипа Карвалья. И могу рассказать про их отличия. Чем они, честно, отличаются. А сейчас мы попросим Марину вот у нас на картинке. Вот у нас знаменитая картинка пипа Суринамская. Вот она внизу такая жирная, у которой спины выскакивают маленькие пипочки. Да, то есть, дело в том, что пипы, они вынашиваются потомство не как все земноводные. То есть, они не откладывают икру в воду, они эту икру откладывают себе на спину. И в итоге на спине так и вынашивают до конца, что эта икра у неё входит внутрь спины. Она под кожей у неё образуется, ну, собирается. И там она вынашивает своё потомство. И вот отличие Суринамской пипы, которая была вот на планшете, за витриной, и вот этих вот пип Карвалью в том, что пипы Карвалью у них из спины вылазят головастики. Ну, то есть, как вот личинки земноводных. А, то есть, если у Суринамской выходят уже наружу маленькие пипочки, то есть, у них полностью весь цикл проходит на спине, то у этих только до стадии головастика. Головастики эти вылазят из спины и уже питаются сами. То есть, у них так происходит. То есть, окончание метаморфоза уже происходит самостоятельно. Да, всё верно. То есть, это превращение уже завершение. Так, но они такие же. Эту они пока не совсем маленькие. Им сколько приблизительно? Я думаю, сейчас скажу, где-то около полугода. Наверное, так. Вот. Но они не очень большие вырастают. Где-то около сантиметров четырёх. А, то есть, они уже на пределе. Я думаю, они ещё подрастут, может быть, в половину или в два раза, и всё. Они не очень большие. Вот. А вот Суринамская пипа по каким размерам? Суринамская, она побольше. Она где-то, наверное, примерно... Ну, у меня ладошка-то большая, поэтому по ладошкам мерить, конечно. Где-то вот так. Я думаю, сантиметров семь-восемь даже. Вот так. То есть, ну так. Она побольше будет. И здесь то же самое. То есть, они также образуются временные такая ткань на спине у самок. Всё верно. С ячейками. Боже мой, какие-то там должны быть головастики. Это что-то совсем. Они очень мелкие. Кстати говоря, вот про размножение, тем, которые будут затронуты, следующие. Это вот лабораторное заведение как раз. То есть, эти пипочки родились в искусственном... Да. Они искусственники. Из пробирки буквально. Ну, не из пробирки. Вот. Они сами справились. Они справились. Но мы им помогали. А у нас есть вопрос. Про пипу. Сколько в своей жизни пипы приносят раз потомство? Ну, этот вопрос такой, конечно. Они как делают? Дело в том, что самка, она вынашивает потомство. Допустим, вот если это пипа карвальо, главастики покидают спину матери и, в принципе, через какое-то время они способны к новому размножению. Вот. То есть, либо это какие-то сезоны определенные, либо какие-то подходящие условия. То есть, прям, что вот они такие раз в год и всё. Или там раз в три года и всё. Но такого у них не бывает. А тогда этот орган на спине остаётся для следующей кладки или он обновляется? Дело в том, что земноводные, они немножко похожи на рептилии в плане тем, что они линяют. И когда приходит время размножения, у самки на спине ткань становится такая мягкая, рыхлая. и как бы ей самец вдавливает просто эту икру в спину и они потом как бы затягиваются. После того, как все вылазят, головастики либо маленькие лягушки, вот это оргавевший слой ткани, они линяют просто и всё. Снимается. просто с них это всё слазит и чаще всего они это съедают. А, да, то есть всё в дом, всё в пользу, всё в дело. А съедают взрослые и дети. Да, ну, скорее всего, они сами это всё так снимают с себя и сразу съедают. Если мы вспомним сказку, там Иванушка зажигала шкурку царевны лягушки, а здесь она не даёт шансы Иванушке, съедает всё сама. Можешь сказать и так. Своё собственное. Так, ну, тогда каких, собственно говоря, амфибий разводят, помимо вот этих пип? Кого вообще легко завести дома вообще из амфибий? Ну, вообще, вот всех, кого мы сегодня уже посмотрели, их всех можно разводить в неволе. Но это безхвостые, а вот хвостатые, если мы возьмём хвостатые, в том числе. Из хвостатых самые простые в размножении это иглистый тритон. Даже не абсалотли. Либо его ещё ребристый тритон называют, либо его называют ещё испанский, но испанский у нас есть другой тритон, и можно спутать. Поэтому проще всего это ребристый тритон. То есть, они размножаются порционно, чаще всего раз в два года, то есть, по условиям, если они сидят. Это без использования каких-то стимуляций гормональных, просто вот если они живут, у них благоприятные условия, то они сами размножаются. Главное найти самца-самку. Да, конечно. Если это тритоны другие, какие-нибудь, например, не знаю. Вот наши, хорошо, мы возьмём там гребенчатого тритона, обыкновенного тритона. Так как они живут на территории, где происходят зимы, эти все животные нуждаются в зимовке определённой. А, то есть, тогда надо зимой их создавать зимовальную камеру. Ну, зимовальная камера, либо, если у кого-то может быть балкон, к примеру, если крытый балкон, там, допустим, градусов 8-5 подойдёт, и их зимует, ну, можно месяца 3-4, можно чуть поменьше, смотря, какое животное, там уже это всё индивидуально смотрится. и после этого они будут размножаться. Но, там тоже многие факторы влияют, и температура воды, и насколько хорошо особи отъелись перед зимовкой, и как хорошо они после зимовки кушают. Там много факторов, также вода. Как мы помним, вода – это важный фактор, и нужно ещё воду, скорее всего, подбирать будет у них. видами, которые живут у нас в России, самые-таки обыкновенные, постоянные, с ними, как правило, тяжелее всего. А потому что они живут в сезонном климате. То есть, есть легче всего с теми, кто живёт в постоянных, равномерных условиях, то есть, тропические обитатели. Вот, например, мы смотрели литорию, так называемую, квакшу австралийскую. Они размножаются, в принципе, нормально и без всего этого. Конечно, им хорошо бы давать стимуляцию в виде, как тропический дождь. То есть, она вот сидит, допустим, в небольшом сухом помещении с поилочкой своей, и потом мы повышаем влажность. То есть, получается, фонтанчик ставим. Да, фонтанчик, или просто увлажнитель можно поставить. И тогда они подумают, что вот оно, настало время. Пора метать икру. Да. Вот. Так что вот, если берём, вот, например, пип, но это уже без хвоста тоже, то у них всё довольно просто. Просто если вода хорошей температуры, 25-27 градусов, ну, лучше 25, так проще контролировать процесс. Вот. А подогревать надо, например, сейчас вот отключат отопление весной, а потом мы знаем, что бывают такие уже поздневесенние заморозки, когда вдруг погода портится, температура падает, и дома становится очень холодно. Что в этом случае сделать? Смотри, какие земноводные. Вот, пипочки. Если это пипы, то у них нормальная температура существования это, ну, 25-23. Вот. А упало до 27? Они могут жить при 20 градусах, но они уже будут более медленные, они будут немножко стрессовать, поэтому тогда лучше иметь нагреватель под рукой. Такой осторож, чтобы их не сварить. Чтобы всё было хорошо у них, чтобы вода подогревалась равномерно, там по объему рассчитать как-то. Вот. Но опять же, можно 23 градуса сделать, это будет оптимальный вариант. Вот. Хорошо, такой вопрос. А поскольку мы говорили о том, что лягушек, многие знают, что лягушки едят. Какие-то лягушек едят? Можно их выращивать дома для этого. Ну да, фабрика. И вообще, что едят у лягушек? Потому что человек представляет себе, что там ему подложили такую целую жареную лягушку и предлагают её кушать. Но на самом же деле это неправда? Ну, культура поедания земноводных вот у нас, наверное, в России это не так сильно принято, поэтому многие не знают об этом ничего. Если мы берём классические блюда из лягушачьей лапки, наверное, все слышали, да, это в основном так и называется? это такое название видовое съедобная лягушка. Предыстория. Есть у нас лягушки, они называются зелёные лягушки. прудовые. Давайте покажем на зелёных лягушек. Вон у нас озёрная лягушка, вот такие жирненькие. И вторая это прудовая лягушка, вот тут. Видите, группа зелёных лягушек. Так, в общем, съедобная лягушка очень похожа на озёрную. Как раз на дальнюю, которая большая. И таких лягушек используют для гастрономических целей. Крупные. Едят в основном у них только лапки, потому что они мясистые и так в общем сложилось, что есть у них особо нечего, кроме лапок. Задних. Да, задние лапки. Без кожи. Без кожи. Так. Вот. Но именно просто кого можно есть из земноводных, можно многих из земноводных. Опять же, жаб не рекомендуется есть, потому что мы уже поговорили, что может быть. у них паратиды и можно плохо закончится такой пир. Да, если кому-то хочется, можно, но я думаю, это не имеет смысла, вот, но если берём другие, допустим, страны, Африка, например, в них водятся различные лягушки. Например, у нас тоже есть экспонат, это лягушка-бык. Вот она. Да, вот она. То есть это не самая большая лягушка-бык, они бывают здоровые, здоровые, такая вот, как курица. Да я представлю, бройлер-то есть, килограмма два, даже не представляю. и дело в том, что, ну, население африканское, ну, что пропадать зря, такому ценному продукту, их ловят, и все в порядке. И, к сожалению, это вредит этим лягушкам, потому что они уже довольно редки становятся, они уже потихоньку, ну, у них численность падает, потому что они живут в не таком небольшом уголке, вот, ну, я про территорию Африки говорю, и поэтому, вот, а так едят многих лягушек, то есть разные местные населения, как-то, где коренные народы жили, и было принято есть лягушек, они до сих пор их едят. А червяк употребляют в пищу? Червяк он еще поймать, потому что червяк... дело в том, что червяки, например, я думаю, надо сказать тем, кто не знает, что у земноводных есть безхвостые, хвостатые и безногие. Вот как раз червяка, это безногая земноводная, это не червяк, а червяка. Давайте Марину попросим. Червяку вот у нас вот здесь на картинке, вот у нас червяка. Да, вот они червяки очень красивые. Ну, они действительно похожи что-то на смесь между червяком и змеей. Они очень похожи, и если, наверное, вот прям совсем не знать про их существование, может подумать, что это огромный, огромный червь. Вот. И они живут в основном под землёй. то есть, такая, знаете, грязь, такая вот месиво, и они там живут. Им же нужна влажная среда всё-таки. Вот. Так что, червяки так живут, и они довольно скрытные, потому что про многих червяк даже ничего особо неизвестно про их биологию. Ну, то есть, про какие-то известно, про какие-то нет. так что вот. Поэтому кушать их, я думаю, это не самый рациональный способ добычи питания. Проще поймать какую-нибудь лягушку. Хорошо. Давайте поговорим о том, как у нас в России сейчас земноводных обитает. У нас в России на данный момент 35 или 37 видов земноводных. Я могу сейчас ошибиться. Вот. Ну, то есть, если ошибаюсь, то 35 около их. И если сравнивать с мировой фауной земноводных, их 8700 там с какими-то ещё цифрами. То есть, у нас совсем вот пилюшечка. Ну, из-за особенности климата. Где-то около 0,4% от всего населения земноводных. Это связано как раз с тем, что у нас есть сезонность, и адеамфибия это не самая хорошая история. Да, потому что не все выживают, не все, как бы нужны вот эти вот проблемы с морозами, с зимовками. Но на самом деле, да, самое большое разнообразие земноводных это тропический пояс. Это больше Южная Америка или Юго-Восточная Азия? Я думаю, там и там. Дело в том, что если брать по объёмам, скорее всего, это вот большой лет материк, который там больше. Там просто территория чуть поменьше получается, а так и там, и там живут. Они просто разные все. Так что так. Какая ваша самая любимая церковь? Жабага. Это всё своё родное. Ну и тогда у меня вопрос, миф о земноводных. Правда ли, что если трогать лягушку, то на самом деле Дмитрий Владимирович нас обманывает, и брал лягушку в перчатках не для того, чтобы лягушечку пожрать, а потому, чтобы бородавок не было? Ну вот в мир скусили. На самом деле бородавки и жабы, ну в данном случае жабы, жабы, лягушки, да. Единственная у них связь, то, что жабы пупырчатые. Ну, всё, это максимальная связь, потому что если будете трогать жабу, бородавок у вас никаких не будет. И как мы сказали ещё в начале нашего эфира, о том, что кожа у земноводных чаще всего покрыта антисептическими такими веществами, да, включениями вот в их эту слизь, поэтому никаких бородавок не будет. Но многие говорят, а вы знаете, я потрогал лягушку, ловил лягушек, у меня появились бородавки. На самом деле такое может быть, но совсем нет лягушек. А из-за того, что просто кожный иммунитет у нас может упасть, какие-то ранки, постоянно, если мокрые руки будут, то могут появиться. Это вирус папиллом человека, который, собственно говоря, вызывает все самые бородавки. А если мы помним, что даже лягушек в молоко бросали, чтобы молоко не скисало долгое время. Ну, сколько это было массовым явлением, мы не знаем. Да, я думаю, что это было не массовое явление, но, тем не менее, такое встречалось. Но это не рассказ Зощенко, они не использовали лягушек для взбивания сливок в масло, нет, такой труд был запрещен. Какие еще мифы про земноводных известны? На самом деле мифов довольно много, их так все не вспомнишь, потому что в каждой семье есть какие-то истории про земноводных. знаете, например, одна из таких удивительных, для нас сейчас странных легенд, больше, а не миф, о том, что есть такая огненная саламандра, она у нас есть? Есть, но у нас есть пятнистая саламандра, давайте мы покажем пример, как пятнистая саламандра. Похоже. Давно, это были средние века, это было очень давно, считалось, что эти саламандры, они чуть ли не повелевают огнем, то есть они могут затушить костер, они рожденные в огне и так далее. Или наоборот, они могут вызвать огонь до пожарных. Ну вот, то есть да, в общем, это так было, но они очень яркие по окраске, а раньше в те времена люди судили по яркий, значит все, очень опасно. Нет, там же еще был смысл, что они появлялись на месте пепелища, и отсюда пошел такой миф, что саламандр это огненная. Ну в общем, мифы, каждый может что-то добавить, какой-то миф приземноводных, потому что это довольно распространено. Ну, что еще? Ну, может наши сказки, как раз, мы уже про них говорили, про то, что царевна лягушка, шкуру сбрасывала вращаясь в принцессу, что Иван нашел лягушку, ну то есть много различных сказок и мифов про них. Ну, сбрасывание шкур на самом деле во многих таких мифах народ встречается. У нас это царевна лягушка, например, у исландцев это шелки, это нерпы, тюлени, которые сбрасывают шкуру и становятся очень красивыми людьми. Так что такая-то история не нова. Так, есть ли у нас вопросы? Нет, но у меня есть вопрос. Какая амфибия самая большая и самая маленькая? Самая большая. Хорошо. Если мы берем, разделяем их по бесхвостые хвостатые... Не важно, просто. Ладно, самая большая, это, скорее всего, исполинская саламандра. Это, она вот такая, скорее всего. У нее размеры около метр шестьдесят или метр семьдесят, то есть, такие большие особи. Она выше меня. Если ее поставить на ладке. Если вот за витриной крокодильчик там есть у нас, вот. Кайман. Примерно, но она же исполинская, она же совсем, она же еще и жирная. А это, да, то есть, кайман, это вообще малыш в сравнении с ней. Она еще и широкая такая, огромная, очень медленная, очень долго живет, живет на 55 лет. Ну, это вот... Боже мой, заведи себе друга и передай его по наследству. Вот. Их два вида, если не ошибаюсь, это китайская и японская, то есть, обитающая в Китае, да, и обитающая на территории Японии. Обе были одно время вымирающими прям. В итоге, одну начали разводить, ну, чтобы пополнить популяцию, получилось, а вот с другой как-то не сложилось. Вот. В общем, ну, это такие, знаете, живые, скопаемые прям, можно сказать так. Опасные? Ну, с таким размером, как кажется, может и человек это заглотить. Ну, у человека они не заглотят, не съедят никого, вот, но они могут охотиться на всех, кто лезет им в рот. Но, опять же, они довольно медлительные, они могут без пищи около двух месяцев обходиться, потому что они довольно прохладных водоёмов живут, и они едят не так прям активно, много, и прям очень как охотиться на птиц. Вот. Они, скорее всего, ловят то, что, ну, не очень медленные такое, не очень быстро, точнее. что-то такое. Так, с гигантами разобрались, теперь самые малыши. Ну, малыши, есть некоторые лягушки, вот, например, древолазы, да, которых мы, про которые мы говорим, самые ядовитые, они довольно маленькие, около двух-трёх сантиметров. Есть, ну, чуть побольше, это, вот, да, примерно такие по размеру. А есть ещё лягушки, вот, ускорота тоже маленького размера бывают, ну, разные. У нас это крупные, да. У нас огромные, да. Есть лягушки свистуны тоже, у них маленький ротик такой, они питаются. Они свистят? У них просто маленький ротик. Ага. Вот. Минимальный размер где-то около двух сантиметров, я думаю. У крупных лягушек. Да. Потому что есть, скорее всего, ещё более мелкие виды. Пока их не обнаружили. Ну, по крайней мере, я про них не помню или не знаю, вот, потому что, ну, виды земноводных описываются довольно активно, вот, находят какие-то новые виды. И, в общем, вот так вот. То есть, на самом деле ещё не все земноводные описаны и не все земноводные мировой фауны исследованы. То есть, находят. На самом деле это работает иногда так, что находят вот что-то новое, кардинально новое, очень-очень редко. То есть, это в основном какие-то пещерные жители, может быть, какие-то глубоководные жители, но про земноводных это не касается, это в общем. Чаще всего новые виды описываются, берут животное какое-то определенное, какой-то определенный вид и в разных местах проверяют его по... делают генетический анализ. И выясняете, что это вообще не родственники. А, то есть, внешне они похожи, а генетически они являются разнородными. И, да, получается, что это два разных вида, иногда вообще два разных рода. То есть, при неком сходстве морфологическом. Да, бывает такое. Отлично. Так, ну что же, есть ли у нас вопросы? Ну, мне кажется, мы сегодня очень неплохо поговорили на тему амфимии, потому что есть еще, мы не затронули тему аксолотлей, мы еще не затронули тему других, например, каких-нибудь тоже необычных, самых необычных амфибий, у них есть самые большие особенности биологии, особенности физиологии. Сегодня познакомились с нашей живой культурой, знаете, спасибо Дмитрию Владимировичу, который нас теперь снабжает такими замечательными существами. А мы вас благодарим за внимание и ждем вас в нашем музее.